Всего за два дня посреди пустыря сотрудники МЧС возвели полноценный медицинский блок со всем необходимым оборудованием. Максимальная вместимость 40 человек в самом госпитале и до 125 в пункте временного размещения. Жить больные смогут здесь же, в палатках. Сузубные щетки, пасты, свои вещи. Очень удобная вещь. Умывальник. Отойдите, пожалуйста. Полевого варианта. И биосанитарные узоры. За каждой палаткой, естественно, закреплен сотрудник, который ее обслуживает. Между палатками имеется связь. То есть это технически обеспечено, чтобы каждый пациент мог в случае необходимости обратиться к дежурному медику за той или иной просьбой. Планируется, что в городке будут находиться больные только с легкой и средней формой заболевания. Однако для тяжелых случаев есть 10 аппаратов ИВЛ и даже операционный блок. Все оборудование доставили на грузовых ИЛ-76 сотрудники МЧС России. По коронавирусу, это, конечно, у нас проводились учения в феврале месяце тоже с сотрудниками Роспотребнадзора на федеральном уровне. Как бы мы это все рассматривали. Выезд – это первый. Это большой опыт. Это, можно сказать, как бы даже можно, наверное, писать научную работу. К работе госпиталь полностью готов. Пока койки пустуют, но первые пациенты должны поступить в медгородок уже к концу этой недели. Будет проводиться скрининг. Ну, банальный сначала опрос. Так сказать, термометрия. Вся дыхание. Значит, пульсимсиметрия. Рентген. И отсюда будет происходить дальше дифференциация, да. Либо, так сказать, главный дневной стационар поступает пациент. Мы продолжаем корректировку терапии, да. Или в случае его ухудшения, да, соответственно, он будет, будет уже по утвержденным смистраловым схемам, будет эвакуирован в стационар, да. Совместная работа федеральных и региональных врачей и нескольких спасательных организаций позволит разгрузить областные медучреждения и не допустить распространения инфекции из-за чага заражения в Белокаменке. Александра Клепцова, Илья Бояркин, ТВ21.